Итак, второй заключительный день неформального саммита СНГ. Общение в интерьерах Русского музея, самого большого собрания отечественного искусства. Как переплелись мотивы нашей классической живописи и то, что составляет остроту текущего момента, увидел Константин Панюшкин. Утро вторника. Центр Петербурга. Русский музей. Второй день неформального саммита СНГ начинается завтрака. И такого в Михайловском дворце не было уже, вероятно, более ста лет. Приезжаться гости. С учетом того, что главы Азербайджана и Туркмении улетели домой в понедельник вечером, оставалось дождаться прибытия пяти кортежей. Опять же, впервые за много-много лет автомобили взбирались на крыльцо по узким вымощенным камням еще в царские времена подъездом дворца. Владимир Путин встречал в одном из залов. Президенты явно были под впечатлением от масштаба экспозиции. О чем при встрече говорили главы государств было неслышно, впрочем, было совершенно ясно, что настроение у всех отличное. Задерживался премьер-министр Армении Владимир Путин. Тем временем уже повел гостей по анфиладе музейных залов. Президенты остановились напротив гигантского полотна Карла Брюлова «Последний день Помпеи». Художник увековечил себя на одном из фрагментов картины. А, вот. То есть экскурсия уже началась, когда появился директор Русского музея Владимир Гусев. Почему представитель директора? Гусев Владимир Александрович, директор государственного Русского музея. Русский – второй по величине музей страны. Русский музей, а потом Третьяковский. И по собранию два раза больше, чем Третьяковская галерея. Не значит, что два раза лучше, моя любимая Третьяковка. Но 400 тысяч произведений. Более того, именно этот музей более ста лет назад был задуман и открыт, как первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства. И вот это музей истории русского, российского изобразительного искусства. Эти парадные, огромные залы в Русском музее называют академическими в честь Петербургской академии художеств, которая сформировала русское светское изобразительное искусство. Здание академии находится на набережной Нивы. Гости наверняка проезжали мимо. На берегу Нивы находится там сфинксы известные. Ну а что же здесь? Снова заговорили о картине «Последний день Помпеи». О ней Пушкин сказал «Истал последний день Помпеи для русской кисти первым днём». Потому что она прославилась по всему миру. Карл Брюнов писал. Он сам себя изобразил. Да, вот там вот ящик с хистями и с красками на голове. Это автопортрет. Это автопортрет. Александр Лукашенко даже подошел поближе к картине, чтобы рассмотреть подробнее. Сцена, описанная Брюловым, трагично. Город и его жители погребают потоки лавы. Но вот на что обратил внимание Путин. Почти все друг другу помогают. Молодой человек невесту спасает. Здесь отца спасают. Ну а что же еще русский музей приготовил для участников неформального саммита? Ну и, конечно, альва-запуск. Именно в Петербурге выставлен знакомый каждому еще со школы девятый вал. Предатель на ритул девятый вал. Да, с одной силой велой вал. Рядом тоже кисть Ивана Ивазовского – брик «Меркурий». Это уже история России. Бриф «Меркурий», российский бриф, который в 1828 году во время русско-турецкой баталии, он вступил в бой с двумя турецкими объединениями кораблями. На брифе «Меркурия» было 18 орудий, а на двух турецких кораблях 184. И он победил. Завершилась неформальная секретная встреча в Санкт-Петербурге глав правительств Союза независимых государств, СНГ. Почему секретная? Потому что никто ничего так и не понял, что там обсуждалось, о чем говорилось. Эта информация, наверное, так и останется секретной в ближайшие лет 30, я думаю. Единственное, что нам показали российские журналисты, это вот эту вот помпезную светскую жизнь Путина и глав сотрудничества независимых государств. Как они прогуливались по русскому музею в Санкт-Петербурге, смотрели на эти картины русских живописцев. Две картины мы там увидели. Это картина «Последний день Помпеи» русского живописца Карла Брюлёва. Карла, да, такое русское имя Карла. И живописец Иван Айвазовский. Этот знаменитый, действительно, тоже талантливый живописец. Правда, его зовут не Иван Айвазовский по паспорту, а Ганнес Айвазян. Он армянин, житель Феодосии, армянской Феодосии. Вот он там и похоронен, между прочим, в этой же Феодосии, в армянском храме, самом таком почитаемом месте, как настоящий армянин. Ну, в общем-то, вот вся, собственно говоря, и русская живопись. Вот эта вот картина «Последний день Помпеи» очень символична. Возможно, вот через вот эту вот картину нам и рассказали содержание переговоров Путина с главами СНГ. Я думаю, эта картина должна впечатлить не только жителей России, но и жителей Казахстана. На этой картине я акцентирую внимание. Я все-таки призываю жителей Казахстана тоже немножко просветиться, посмотреть на эту картину. Она, мне кажется, вот и, собственно говоря, всецело описывает суть прошедших переговоров. Наверное, Путин вот на переговорах точно так же показывал картину будущего нашим лидерам, в том числе и нам, казахам. «Последний день Помпеи», «Апокалипсис», вот эта вот огненная стена, спускающаяся с гор. Все это вполне возможно, да, ядерная война, все это стыкуется. Карл Брюлев, он, конечно же, не русский, он француз по происхождению. Жил не в России, а большую часть жизни прожил в Европе. И картину эту «Последний день Помпеи» тоже нарисовал в Европе, живая в Италии. На этой картине отчетливо видны все настроения, царящие в Кремле. Мы должны умирать под огненным дождем, с радостными лицами, с проникновенными взглядами. Все, как нарисовано на этой картине настоящего русского живописца Карла Брюлева. Еще один живописец, вот этот вот Аганес Айвазян, то есть, как говорят русские, Иван Айвазовский. Отличился в своей жизни другой картиной. Картина называется «Раздача продовольствия». Правда, в русский музей ее не привезли, ее запретили еще со времен Российской империи. Эту картину нигде, никогда в России не выставляли, никогда, подчеркиваю, никогда эту картину не завозили. Картина называется «Раздача продовольствия». На этой картине Айвазовский изобразил русскую тройку, настоящую русскую тройку, красивее русской тройки не видел ни на одной картине, с настоящим американским флагом. Эта русская тройка мчится через такую черную страшную русскую деревню, где жители этой русской деревни, вскидывая руки к небу, благодарят американское правительство за продовольственную помощь. Это на самом деле исторический факт, в конце 19 века в России очередной раз разразился большой голод, и американцы, тогда уже построившие первые пароходы, тогда уже имевшие свободную прессу, они собрали гуманитарную помощь всем мирам, общественность, это не государственная программа была. И какой-то американский пароход привез зерно в Россию, это зерно действительно пытались раздать русским крестьянам, но на самом деле там половину своровали, эти местные русские купцы, и продавали своим братьям русским в местных русских магазинах. Но это вот другая история слезная, на ней не будем сильно останавливаться, главное, что вот эта вот картина, раздача продовольствия, которую вы видите, она, собственно говоря, не потеряла своей актуальности, даже спустя 100 лет. Картина осталась в мире та же самая, да, Россия голодает, Америка помогает. Наверное, так было, так есть, и, наверное, и так будет всегда. Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши лайки и комментарии, подписывайтесь на мой канал, и до новых скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok